Короче, здраво-здраво, дорогие друзья, с вами Коседа, я Иван, мы продолжаем путь новичка на сервере Смотра Рейджа, как всегда, сегодня у нас разводчик Вина категории С, так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Короче, нажимаем в 5, завершить рабочую смену, все, уволимся с работы, да, уволимся, все, уволимся с работы, все, тыры-пыры, 100 тысяч у нас есть, заходим на категорию С, так, тыры-пыры, дельские права, подпись, можно ли использовать грузовики в личных целях, нет, можно ли таранить транспорт, если он создает помеху, нет. Какая кнопка переключает в режиме света? Фар, 3, какая кнопка отвечает за ремень? Кнопка 6, а не 5, не 6, 6, да, отдать на проверку, а я 3, я где-то ошибку сделал, ебать, я духой, походу. Пристегните ремень, заведите двигатель, нажав кнопку 4 и двигайтесь по заданному маршруту, ваш экзамен начался. Ебать и навалит. Кстати, с предыдущего раза, кто не смотрел серию, так, надо потише сделать, кто не смотрел, ой, кто не смотрел серию ЗОБТ, по поводу, как я сдавал на категорию С, то эта тачка была с кузовом еще. Ну маршрут тот самый, наверное, тачка вроде быстрее начала ехать, да и все. В принципе, ну что здесь смотреть, едем, как едем. Жалко, что тачка незамененная, было бы интереснее, если бы мы ехали сейчас на каком-то Камазе, тыры-пыры, что-то такое. Ну ладно, давайте я ускорю, скорее всего, и мы продолжим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Короче, мы подъезжаем. Сдавать на права, так, вот, финишный чекпоинт, надеюсь, все будет заебись. Получено лицо, если вы успешно сдали все экзамены на категорию С. Вот здесь тебе выдали водительские права категории С. Просто половину тоже вот так проходили, написалось, что им выдали категорию С, но им не выдали. Я надеюсь, что мне выдали. Потому что, как посмотрите, в душе они ебут. Берем велики ебашим на это, на развозчик вина. А что еще делать? Подходим. Вы хотите начать карьеру в развозке вина, обратите внимание, для трудоустройства необходимы водительские права категории С. Конечно, устроится все. Устроился, значит, у меня право все-таки засчитал. F5, начать рабочую смену. Все, мы заспанились на тот же раме. Вух. Что, запускаем. И все. Кстати, кардан что-то не крутится. Ладно, что по салону. Ну, в принципе, везде этот карплей. Дубль кабина, тыры-пыры. Тахометр, спидометр работает. Ну, в принципе, норм. Короче, мы едем, я так понимаю, нам уже сразу надо ехать на эту точку. Ну, поехали, че. Посмотрим, сколько мы заработаем. Но сегодня, короче, в беседе тупо спорили, что же лучше. Лучше дальнобойщики. Ой, лучше развозчик вина или лучше таксист. Я был за сторону таксистов. Многие говорили, что все-таки развозчик вина все-таки получше и поприбыльнее. Сейчас я это проверю. Чем они это аргументировали? Угурментировали они тем, что платят в две стороны. Это раз. Во-вторых, вам не надо ловить заказы. Это два. И третьих, за каждую, за каждый ранг в F5, да, вы будете больше и больше денег получать. Но все равно, сейчас мы проверим. Все-все-все, посмотрим. Мы приехали на заправку. Привезли вина. Так, успешно разгрузились. Что нам дали? 28 800. За день километра 4 800. Ну, такое, пацаны. Ехали 6 километров, 28 800. Теперь, если мы поедем назад, интересно, сколько нам заплатят. Больше или меньше, или вообще не заплатят. Это тоже, конечно, интересно. Так что отправляемся назад и смотрим. И что, мы подъезжаем. Куда нам заезжать? А, вот на метку. Понял, принял. Так, 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 так. Не поворот, не поворот, не фига спешно. Мы разгрузились. 52 800. То есть нам заплатили, да? Заплатили. 26 тысяч ровно. Туда 26 800, да? 26. Ну и всё. Нам дали 3 километра. Едем теперь опять туда. Если вы думаете, играть ли вам на этом сервере или не играть, я не буду говорить. Вот здесь очень, очень, очень много багов. Очень много недоработок. Очень мало функционала. Ни тачек, ни работ, ни функций никаких. И если вас это всё устроить, вы можете начать играть. Но одна привилегия в том, что сейчас всё в ГОСе, все бизнесы, все дома. И вы можете развиться и выкупить бизнес из ГОСа. И потом их там через пару месяцев перепродать дороже. Либо не продавать и чисто делать деньги. А тем временем мы подъехали уже. Заправки. На сколько? 52 800. Так. 57 600. Ну, в принципе, мы и херем ехали. Так, пацаны, следующая заправка. Только на одни заправки привозим, кстати. Вот денежки. Сколько нам? Ну, ещё 20-ку пришло. И вот сколько мы уже с вами катаемся, да? Я заработал только 86 тысяч. Если вас кикает, то деньги при заходе сохраняются. Вы нажимаете планшет, F5 и завершите рабочую смену. Ой, блять. Так, пацаны. 86, мы заезжаем. И у нас 110. Ну, короче, так, да, на рандом. Так, 110. Мы приехали сюда, нам 5000 дали. И мы едем назад. То есть, плюс-минус. Ну, сколько нам ехать? Ну, весь наш рейс занял здесь 2 минуты. И за 2 минуты мы заработали 10 тысяч. Так, мы опять приехали на заправку. Вроде на эту самую. А, хотя нет, нет, второй. Потому что это было в гетто. Так, 120 тысяч. Сейчас у нас 139. Значит, нам дали 19200. Назад опять ехать. Ну, давайте посмотрим, сколько назад. Если у нас 139 200, значит, нам должны где-то дать, ну... Ну, хотя бы 150. Так, значит, 139 200. Значит, нам заплатили... 158 400. Неплохо. Так, нам повысили ранг. Здесь за 10 заказов мы заработали 158 400. То есть, за заказ 15840. Ну, такое. Сейчас, по идее, нам подняли на 100 рублей. Да, я так понимаю. Или на сколько? Честно, не забыл. На сколько? И нам опять ехать 6 километров. Если у нас заработали 158 и 6 километров, значит, по моим подсчетам, где-то должно быть около 180 тысяч рублей. Здесь самый дорогой дом стоит 30 миллионов на 9 парковочных мест. У нас один игрок спросил, типа, администратора. Кстати, да, из-за дома нужно платить налог. За бизнесы этой ночью убрали налог, а вот за дома надо платить налог. Бля, у меня тачка начинает прыгать. Если тачка начинает прыгать, значит, возможно, скоро кикнет. Ну, короче, это. Он спросил, типа, а если я куплю дом, да, за 30 миллионов, то мне надо платить налога около 700 тысяч, а то и лимона даже. Налога просто каждый день. А он говорит, типа, если ты купил дом за такие деньги, значит, у тебя будут деньги на комиссию. Если посчитать, это в месяц выйдет 30 миллионов. Чисто налога. Это такой бурет, конечно. А мы приехали, нам запретили 182 400, всё по моим подсчётам, да. В принципе, чё. Всё, что лучше, типа, я уже привык в такси ловить заказы. Надо просто быстро планшет открывать, закрывать и мышку наводить на то место, где будет кнопка «Принять заказ». Вот. И выбирать. Ну, кто не привык, ему, конечно же, здесь будет лучше, потому что ему точку поставили туда и сюда едешь. Ну и всё, в принципе, чё. Короче, на ленту американскую. Хотя нет, это Икея. Доллар, Пилс. Кстати, а чё по бизнесам? Какие здесь бизнесы? 2 миллиона 45 тысяч. Полтора. Да. Короче, мы приехали. Так, 182 было, да? Ну, моя партия товара, окей. 201. 20 тысяч. Вот это уже выгодно. Так, мы подъехали. И чё нам теперь? Опа. Заезжаем. И сколько у нас? О, стой, братан. 216. Давай. Неклохо. Только я чувствую, у меня чё-то ком походу дымится. Нет, так что, слышишь это? Ладно, пацаны, можно сказать, это была первая реакция, а не обзор работы. Короче, после того, как я уже поработал очень-очень много, у меня 60 ранг, я могу вам рассказать полную суть данной работы. На 10 ранге вы получаете за 1 километр 5500. Километр в GPS и километр в атак различается, потому что сервер считает расстояние напрямую, а GPS по дорогам. Первое. Второе. С каждым рангом у вас будет повышаться количество точек. То есть, на первом ранге мы ехали на одну точку, а потом на склад. На втором ранге мы едем на две точки, а потом на склад. На третьем ранге мы едем на три точки и потом на склад. Если у вас выпадет там одна точка 6 километров, потом следующая точка 9, соответственно, вам будет очень-очень-очень много платить. И всё-таки я готов признать, что это самая прибыльная работа на момент августа 2020 года на Смотре Рэйдж. Я надеюсь, вам данный ролик понравился. Пишите комментарии. Я немножко грустный был, потому что я задолбался уже работать. Ждите следующий видос, вам немножечко заспойлерю. Там мы будем покупать бизнесы. А какие вы уже узнаете через день. Всё. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи и всем пока.